СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самое основное мне был результат. Нам сказали, что кто-то улучшил зрение резко. И я пошла заниматься туда. А там занимались испанскими и индийскими танцами. Ну, там были какие-то сенсорные, видно, занятия. Я вот этим занималась тоже. И с той поры я пошла заниматься и искать ту систему, чтобы мне остаться здоровой. Потому что, оказывается, я всю жизнь нужна была бабулькам. И после этого я обнаружила. И причем бабульке говорили, вот принеси ряженку. Ей несли три ряженки, и она выбирала одну. Всех озадачивала. И я поставила задачку, чтобы быть независимой. Ни по здоровью, ни почему. Чтобы не нуждаться в чьей-либо помощи, чтобы только быть сама с собой. Вот такую задачку я поставила, когда сын у меня уходил в армию. Все. Думаю, я буду заниматься своим здоровьем. Я даже тогда разошлась с мужем. Думаю, не замуж, ничего мне не надо. Только мне, чтобы было мое здоровье со мной. Чтобы никого не обременять с собой. Вот с той поры я стала заниматься всем нетрадиционным. И очень много учусь. В основном у меня учеба. Тут у нас всякие тренинговые учебы были. Я занималась в такой тренинговой команде «Зиора», которая помогала мне. Я ставила задачку, чтобы улучшить отношения со своим сыном. Я не скажу, что они плохие. Но, во всяком случае, его семья меня не всегда понимали, чем я занимаюсь. И как-то отгораживали внуков, чтобы, не дай бог, я их водой не блила. Колодной. Ну, вот я поэтому с той поры подстала. Говорю, ну, хорошо, я никому не буду давать советов, пока меня не спросят. Так же и своим внукам. Я всегда им говорю, у вас есть мама и папа. В первую очередь к ним обращайтесь, а потом ко мне. Потому что действительно родители должны воспитывать своих детей, чтобы не было разнопланового воспитания в детях. Редактор субтитров А.Семкин